Итак, друзья, здесь, как видите, от торгового центра и цирка. Я приглашаю вас прогуляться по Саратовскому проспекту. Итак, значит, чем встречает нас проспект? Здесь вот справа детский мир. Это всегда был такой магазин для детей. Там было все, что угодно, все для детей. Я смотрю, что его так сделали, опять же, только для детей товары. Игрушки, одежда. Потом здесь были разные другие товары, продавались. Но я смотрю, сейчас, наверное, все-таки сделали больше для детей. Так. Ну что ж, сейчас расскажу вам немножечко о Саратовском проспекте. Значит так, построен он был, ну, где-то в начале 19 века. Дату я не знаю. Как застраивался эта улица, строилась. Значит, название до этого было улица Немецкая. Потому что еще при Екатерине она давала немцам земли здесь по Волжье, Саратовской области, Энгельской области. Ну, не Энгельская область, а, в общем, где город Энгельс. И немцы селились вот в основном где-то здесь в этой зоне, в этом центре и строили эту улицу. И здесь есть некоторые особняки немцев. И поэтому улица называлась Немецкая. По этой улице раньше ходил транспорт. И поэтому, как бы, улицу называли также Невский проспект. Как в Санкт-Петербурге. Потом, здесь, значит, ходил, по-моему, троллейбус также, потом трамвай. Потом это все убрали. И, в общем, какое-то было еще другое имя у этого проспекта. Сейчас уже не вспомню, какое именно. Но после революции, как мы знаем, постоянно меняются все названия, все имена. Здесь, вот видите, Макдональдс у нас. Вот здесь стоят очень красивые каштаны, деревья. Поэтому здание очень плохо видно. Но, как бы, такие здания идут пока, ну, скажем так, не особо исторически важные. Не, ну, они как бы все важные. Но, вот именно какие-то такие определенные я вам покажу дальше. Фасады зданий. Так. Значит, потом убрали трамвайные пути, убрали. И эта, по-моему, вся улица стала пешеходной. Ну, вот иногда, конечно, ездят какие-то машины, проезжают. Это, наверное, для магазинов. Так. Да, значит, Саратовский проспект. Потом, значит, дали имя Кировский. Проспект Кирова. Во времена советские. Это всегда очень много, многолюдно здесь. Потому что это самый центр, это наша главная артерия. Сердце артерия, скажем так. Он где-то длится, протяженность проспекта где-то почти километр. Если не больше. Не буду обманывать. И сравнивают очень. Вот после того, как стали сделали его чисто такой пешеходной зоной, стали проспект очень сильно сравнивать с московским Старым Арбатом. И многие люди, кстати, утверждают, что Саратовский Арбат, так вот его и стали называть, несколько лучше, чем московский Арбат, Старый Арбат. Поэтому я вам сейчас покажу, вы решать будете, конечно, вы уже сами, какой Арбат лучше. Здесь, конечно, вы увидите почти все горожане со всех краев, уголков нашего города и также области приезжают сюда, чтобы просто погулять, встретиться. Вместо встречи здесь проходят все мероприятия городские. В общем, здесь все, вся жизнь кипит именно здесь, на проспекте Кирова. Не знаю, сейчас переименовали обратно в улицу Немецкая или нет. Но Старатовский Арбат, где его называть. Так, ну вот тут я немножко зашла к кусточке, скажем так. Это дом, который я обещала вам показать. Это дом тех самых братьев Никитина, циркачей. Здесь даже есть вывеска, повесили. С 1890 до 1917 года дом принадлежал выдающимся деятелям отечественной культуры, основателям первого русского цирка, почетным гражданам города Саратово, братьям Никитина. Это было три брата, и это был их домик. Насколько я знаю, они жили на втором этаже. А нижний этаж, по-моему, был аптекой. Сейчас я вот хочу немножко в окошки заглянуть. Видно или нет, там красивая лепнина. Посмотрите, балкончик вот. Очень красиво. Я смотрю, отреставрировали. Не знаю, что там сейчас, можно ли туда вообще заходить. Какое-то это предприятие, может быть. Так как во времена Союза все отдавалось государственным учреждениям. Вот. Подружно. Этим зданием, в принципе, все восхищаются, когда проходят, фотографируют. Это очень красивая лепнина также вот. Этот балкончик. Очень красивый. Так, ну с этой стороны у нас дом книги. Здесь можно было покупать книги. Я смотрю сейчас на реставрации. Так, ну что, это памятник. Скульптурная группа «Огней так много золотых». Вот здесь есть название, табличечка. Ну, я думаю, все слышали, что такая известная песенка про славиши тоже Саратов. «Огней так много золотых» на улицах Саратова. А я люблю женатого. Ну вот, построили этот памятник как бы вот. Не знаю, в честь кого это женатый парень. Я думаю, что это не женатый парень, который ждет свою любимую, которая влюблена в женатого. И теперь появилась такая легенда, если вот сфотографироваться у этого парня и подержать его за букетик, то выйдешь замуж. Не знаю, насколько это правда. Вот есть такое у нас новое предание, легенда. Так, ну что ж, сейчас я вам покажу одну из достоперемечательностей проспекта. Это здание. Очень интересное здание. Так, с датами я опять не вспомню. Это когда-то было построено, как гостиница Ассория. Здесь, значит, у нас что-то... Архитектура, по-моему, насколько я знаю, что это называется как раз арт-нувио, то, что мы видели в Риге, если вы смотрели мои видео. Ну, не буду утверждать, но, по-моему, в таком стиле. Здесь у нас такие стражники. Это они как бы символизируют... Стражники, они охраняют покой, ну, туристы, скажем, да, гостей города. Так как это была такая самая главная центральная гостиница. Вот они такие грозные стражники. Взят за покоем гостей. Так, ну, а вот что вот эти вот фигуры означают? Нет, я не знаю. Это... А, нет, эти, по-моему, фигуры означают, что они как бы готовы встретить прибывающих и как бы помочь им принести, ну, багаж. Значит, эта гостиница была Ассория. Потом это было... Я знаю, что это было все переименовано. Ну, во время, естественно, советской власти это было все отдано государству. И потом опять это стала гостиница. Но теперь уже это называется гостиница Волга. То есть вот на верхних этажах должна быть сама гостиница. А внизу ресторан был. Вот, не знаю, ну, сейчас тут что только не придумали. И салон для обуви, и, по-моему, ресторан есть. А, ну, вот гостиница так, она все так у нас осталась действующая. Ну, уже вот с названием гостиница Волга. Забыла сказать еще то, что здесь когда-то останавливался самый Курский в этой гостинице. Вот, вспомнила. Ну, все, продолжаем прогулку. Показывать вам достопримечательности нашего проспекта. Смотрите на здание. Ну, как и понятно, что так же, как и московский Старый Арбат, здание, ну, так же это все были доходные дома, да, там, где-то какие-то дома принадлежали купцам, богатым жителям Саратову строили. На первых этажах обычно это были торговые лавки, ну, а на вторых этажах проживали, либо сдавались, так же в те времена сдавались для людей. Ну, вот какие-то здесь должны быть немецкие, принадлежащие немецким, ну, дома принадлежащие немцам, но какие именно, не смогу подсказать. Ну, вот, можно наблюдать архитектуру. В каком-то из домов, не знаю, в этом или где-то говорят, есть даже привидения. В старых домах, наверное, часто бывают скрипы, открывание дверей. В некоторых зданиях, люди говорят, что они хранены. В некоторых зданиях они хранены. Есть, я думаю, многие слышали, надеюсь, не обидятся, другие города говорят, что Саратове самые красивые девушки. Ну, или, по крайней мере, Поволжье самое. Самара тоже самые красивые девушки. Есть такая легенда. Ну, откуда она пошла, сейчас расскажу, просто чтобы не обижались. Девушки красивые есть во всех городах, я в этом уверена. Самые красивые русские девушки. Ну, а легенда пошла от того, что при Екатерине II проводились конкурсы красоты. Ну, проводились они для того, чтобы выявить красивых девушек в окружении Екатерины. И самых красивых отправляли в Поволжье, подальше от двора, дабы не затмевать красоты императрицы. Вот. Именно оттуда и пошло, с тех времен, пошло мнение, что в Саратове самые красивые девушки. Сегодня девушек мало. Выходной день, наверное, все на дачах. Но есть такое утверждение. Так, а вот я остановилась на здании еще одном. Гранд Мишель. Ну, это здание когда-то было такое... В общем, здесь был первый синематограф в Саратове открыт. Показывали фильмы. Да, в 1900, там, так же, как-то, в начале 1900 какого-то года. Кстати, он назывался, так назывался Мишель. А потом там были они немножко подстроены, это все увеличено, более красиво все это оформлено, и уже назвали Гранд Мишель. А до этого был, вот, на втором этаже, как я сейчас смотрю, стоматологическая поликлиника, да, до синематографа была стоматологическая поликлиника. А внизу, вот, я не помню, уже открылись санематографы или там что-то вроде кафе-ресторана было. Но потом это был первый санематограф. Ну, а сейчас это стоматологическая поликлиника на втором этаже и по улице. Идем дальше. Сейчас я вам покажу. Я что-то... Ой, не помню. В общем, я думаю, не знаю, знают многие или не знают, что еще одна достопримечательность такая саратовская, первый цирк российский, там, первый в мире театр для детей профессиональный. А то, что еще в нашем городе известен саратовский калач. Это такой калачик, по-моему, он был 3 килограмма весом. Но самое главное его достоинство было в том, что на него можно было сесть. И даже когда, после того, как вы встанете, он принимал обратно ту же форму. Который он был первоначально продан. То есть настолько упругое вот это было мякишек, что вот так вот оно возвращалось в исходное положение. Но со временем это уже все. Больше уже этого нет калача. Ну, сейчас я не знаю, вспомню это здание, где как раз была наша известная кулинария. По-моему, она называлась Струшкино. И там можно было купить этот калач в те далекие времена. А также всякие пирожные, опять же. Это кинотеатр «Пионер». Наш самый центральный здесь на проспекте. Ну и понятно, что при советской власти он был построен. До советской власти здесь была церковь, насколько я помню. Ну, как всегда, церковь разрушили. Построили вот кинотеатр. Самый главный кинотеатр. Так, ну вот еще очень красивое здание. Кафельное. В кафельной плитке. Очень красивое. За деревьями не видать. Я забыла, это тоже, то ли это доходный дом был, то ли это тоже усадьба чья-то. Ну, в общем, смотрите, как здесь тоже все это. Необычный дом, потому что плитки обычно где у нас строят? Мы знаем, что плитки дома выстроены в Португалии. Помните, если вы смотрели? Плитка «Азулежо». И вот в нашем городе тоже есть такая, дом в таком исполнении. Облицовочная плитка. Видите? Еще один шедевр на проспекте. Можно посмотреть, полюбоваться. Такой красивый домик. Так, сейчас покажу вам этот памятник саратовской гармошки. Так, вот опять не вспомню, когда его установили. Тоже сравнительно молодой памятник. Почему вот именно этот памятник гармошки, ну, не многие знают, даже я сама не знала, пока не прочитала в интернете, оказывается, Саратов славился своей гармошкой. Вот наша гармошка славилась тем, что я не знаю, где именно, я так понимаю, наверное, вот эти, наверное, колокольчики. Именно саратовская гармошка, она с колокольчиками. И как бы там у нее звучание какое-то, в общем, вот прославлена наша гармошка, саратовская область, что делают такие гармошки с колокольчиками. Где их можно теперь купить, я не знаю. Говорят, что это ремесло как-то постепенно у нас вымирает. И поэтому даже не знаю, где можно купить. Кстати, вот много сувениров можно купить. Вот я прошла, есть вот это здание, вот оно здесь недалеко. Очень много сувениров. Вот. Ювелирный салон «Кристалл». Это старое название «Кристалл», оно сохранилось. И здесь вот, кстати, видно, вот оно, художественный, что-то там написано. Если вы будете в Саратове, вот художественный промысел. Художественный промысел. Ой, там очень много сувениров. Матрешки, шкатулки, чего только нет. Кстати, цены очень даже хорошие, приемлемые. А так я даже не знаю, где вот, если можно только сувениры посмотреть, где-то там в ларьках каких-то купить. Но вот этот такой большой магазин очень хороший, рекомендую. Вот еще видно этот домик. Очень красивый. Так, ну вот здесь, по-моему, насколько я помню, вот это старое здание. И вот так в детстве, я вспоминаю, по-моему, здесь находился этот стружкино. Кафе стружкино, которое закрылось, к сожалению, в 2000 каком-то году, из-за того, что нет средств. Все такое, но это было древнейшее, просто кондитерское. Она раньше называлась, до того, как ее переименовали, Золотая Нива. Кстати, Золотая Нива, она и была опять переименована, но потом снова закрыта. Но, по-моему, именно вот в этом месте, по крайней мере, я помню, мы здесь покупали ромовые бабки. Были такие пирожные. Ромовые бабки. Мы ели здесь. Не знаю, с ромом они были ли, с чем, но очень вкусные. Но, к сожалению, закрылся этот кондитерский цех. И саратовцы очень расстроились. Да очень жалко, я бы сейчас тоже зашла, покушала ромовую бабу. А само здание, посмотрите, какое красивое тоже. Не знаю, честно, кому оно принадлежало. Не вспомню, где-то я, как всегда, я не помню. Все, читаю, читаю, все забываю. Даты, цифры, имена. Очень красивое здание. Смотрите, балкончик какой. Я обожаю колонны. Так, еще одно красивое здание. Вот оно рядом с тем же красивым папильным зданием. Но это уже более новость, цивилистические постройки. Но очень красиво тоже сделана архитектура. Также производит впечатление на многих гостей нашего города. Мне тоже очень нравится это здание. Ну, Саш, я иду. К концу проспекта. Кто-то считает, что это начало, кто-то считает, что это конец. Это не важно. Но главное, что прогулка по проспекту скоро закончится. И, конечно же, самое красивое здание на проспекте я сейчас вам покажу. Эй, ну что ж, друзья, сейчас я буду вас удивлять. Так говорят, в Саратове не на что посмотреть. Ну что, смотрите. На что можно посмотреть в Саратове. Вот оно, наше самое-самое известное, самое красивое здание города Саратова. Такого и не увидите. Ну, я думаю, ни в одном городе. Итак, это наша Цобиновская консерватория. И вы видите, в каком она стиле построена. Это считается южно-немецкий классицизм. Готическое здание в стиле готики. Все просто удивляются, все посетители, туристы, гости нашего города. Они просто в восторге от этого здания. Ну, мы и сами, жители нашего города, в восторге от этого здания не менее. Оно очень красивое. Посмотрите, какое абсолютно необычное для нашей русской архитектуры. Здесь у нас боящие гиены. В общем, такое все готическое, действительно. Это какой-то замок. Откуда-то его, не знаю, как будто прислали. Сюда просто сбросили. Какого-то необычного места, кажется. Очень восхитительное здание. Оно находилось, ну, то на реконструкции, то еще, что было всегда чем-то загорожено. Наконец-то можно вот посмотреть его в таком красивом виде. Полностью оно открытое. Отреставрированное. Очень красивое здание. Просто обожаю. Можно все открытки, наверное, города Саратова. Все, это наш символ. Самый главный. Такой самый, скажем, необычный. Необычный стиль для, не только Саратова, я думаю, для всей России. Очень необычный стиль. По-моему, построено было в 1912 году. Здесь же у нас также вот есть стоба. Я не знаю, видно или нет. Это как символ мудрости. Она украшает здание. И, с другой стороны, вот здесь фасадный, здесь легко проходят ремонтные работы. Вот смотрите, как красиво все сделано. Очень уникальное здание. И это консерватория. Да, вот такое здание. И здесь консерватория. Смотрите, какая ажурная решеточка балкона, которую, наконец-то, тоже можно посмотреть. Постоянно было все это загорожено, очень красиво. И здесь можно послушать также музыку, выступление классической музыки. И это вот как бы, ну, вообще считается, это, видите, номер один, проспект Кирова номер один. То есть это как бы начало проспекта. Там того самого, по которому мы сейчас шли. Немецкая улица. А начинается она отсюда, потому что вот там дальше, если идти по улице Волжской, я по ней как-нибудь пройдусь, то вы как раз окажетесь на набережной, где находится лицо Саратова. То есть, конечно же, начинается все с лица, продолжается сердцем. Вот главная артерия, это сердце, артерия нашего города. Надеюсь, вам очень понравилось это здание, так же, как и мне, и всем горожанам и приезжим.